Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как обычно, в пятницу в это время на ваши вопросы с удовольствием ответит бывший мэр Риги и председатель Совета Международного Автовокзала Олег Буров. Добрый день. Здравствуйте. Да, мы обещали поговорить о налоге на недвижимость и все, что вообще связано с кадастровой стоимостью. Сейчас мы это сделаем, но вот попрошу, может быть, так, что вы тоже отреагировали, поскольку вы тоже, когда были мэром Риги, вынуждены были, естественно, соприкоснуться с этой темой вывоза мусора. Вот сегодня опять совет по конкуренции, ну, вступил в полемику с теми, кто вывозит мусор, говорит о том, что не обеспечена достаточная конкуренция и так далее. Ну, насколько я помню, когда вот вы были мэром и исполняли обязательства мэра, вы все-таки пытались сделать так, чтобы это, ну, насколько это возможно, исправить ситуацию, чтобы все было прозрачно и чтобы жители не пострадали, и чтобы действительно конкуренция была. Вот, может быть, несколько слов, вот, как бы вы бы прокомментировали вот эту всю эпопею. Есть пару моментов. Есть та дискуссия, в которую сейчас начал совет по конкуренции, есть реальная ситуация с мусором. Я вначале хотел бы сказать к тому, что происходит сейчас на улицах города. Если год тому назад мы вступили вот в этот мусорный кризис, ну, нам говорили, открытому кризу, это больше выглядело в письмах, в политической риторике, да. А на улице это не было видно. И я много раз говорил, да, что, ну, у нас нет, мы не Италия, где этот мусор собирается, его не выбрасывают, да, или какие-то другие города, что у нас такого кризиса нет, он больше у нас там в разговорах, да. То сейчас я не хочу бросаться такими громкими словами про кризис, нет, ни в коем случае. Но сейчас очень много рижан недовольны тем, что мусор вывозится несвоевременно. И вот я не знаю, у меня нет никаких ответов, я не являюсь сейчас ни работником Думы, мне трудно сказать. Ну, например, мне жаловались в субботу жители Золи Туда, что мусор не вывозится. Мне жаловались на этой неделе жители Юглы, мусор не вывозится. А с Мэш-Тимса вообще был какой-то, ну, не знаю, это надо проверить, но какой-то вопиющий случай, когда говорят, что у них раньше был один оператор, который вывозил мусор, да, и были разные контейнеры, вот где было распределение мусора, вот это открыто мусор Чарушана. А сейчас поставили один мусор, куда сбрасывается все. Ну, тогда надо платить больше денег, тогда, если мусор мы не разделяем, тогда повышенный налог на природные ресурсы, дабы с ресурса нодуклась, да. И я эти многие моменты не понимаю. Здесь вопрос, что происходит, да, на самом деле, как это расконтролируется, почему так работают вот эти фирмы-операторы. Но вот здесь есть вот тот вопрос, который меня больше всего волнует. То, что касается Совета по конкуренции, я бы хотел вернуться в ту ситуацию, которая возникла год тому назад. Он был раскритикован, сейчас я пока не говорю, это было плохо или хорошо, проект Рига, но он был раскритикован, было запрещено его продолжать, и было сказано, что мы дадим регулирование. Ну, когда консорет по конкуренции что-то запрещает, он должен сказать, а что можно и как нужно делать. Вот они это регулирование должны были дать, могли дать сразу же. Ну, мы говорили, что это может тянуться по прецеденту и в течение лет двух. Нам было сказано, не, 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 ну что вы, что вы, это будет гораздо раньше. Срок был дан до ноября, потом продлен с июля до ноября. В ноябре переправили на июль этого года, и сейчас, насколько я понимаю, уже июль прошел, он опять продлен на какое-то время. И когда говорили, ну вот оппоненты совета по конкуренции, что, в принципе, совет по конкуренции сам не знает, что писать, ну, я не хочу никого обижать, но вот так возникает, да. Может быть, это потому, что у них нет начальника, они ждут начальника, но начальник придет, начальник ушла, да, и не сказала, что же делать дальше. Чиновники, наверное, или не знают, или боятся, как принять решение, хотят сейчас переложить, как это зачастую бывает, увы, переложить решение на нового начальника, но новый начальник придет, но он тоже не начнет сразу же это все делать. То есть вот этот процесс, где в итоге страдают решения. Конечно, если говорить критично, да, на самом деле ты, Рига, ну, как я считаю, можно было, как компромиссный вариант, вести с ними переговоры, но нужно было предложить пару, ну, таких условий, которые, кстати, потом ты, Рига была готова. Это снизить, они уже были потом готовы снизить расценки, и второе, меньше срок, меньше срок на эту концессию, вот меньше этот срок, да. Но, увы, на это тоже не были готовы ни совет по конкуренции, ну, вот не было какой-то политической воли как-то решить этот вопрос. В бизнесе это решается гораздо легче. Встретились два бизнесмен и решили, что им выгодно, все, ударили по рукам здесь, а вот как бы чего не вышло, вот это известное высказывание. И поэтому, в принципе, вот этот временный вариант на 7 лет или до принятия Думы решения по совету о конкуренции, потому что если совет по конкуренции примет, ну, ладно, бог с ним, ты, Рига, может быть. Вот это будет предлагаться, я, правда, не знаю, тут и Рига вообще еще существует, готовы они, потому что они там накупили машины, где сейчас это что, где, как они, мобилизировали народ, куда они сейчас ушли, уволились, но вряд ли они сидят и платят за воздух зарплаты, да. То есть вопрос, может ли снова у них пройти эта мобилизация всех ресурсов, да. Вот вы упомянули, что вот общались с жителями там золота, других микрорайонов. Я помню, что вы еще будучи мэром Риги, вот здесь, сидя в этом кресле, у нас в студии, даже осмелее сдали свой личный мобильный телефон. Вот прошло уже несколько месяцев, ну, много еще, до Воспускарижского дома. Ваши исторические роли с моим телефоном очень сильно заметны, да, потому что мне продолжают звонить. Вот я об этом сейчас хотел. Мне продолжают звонить, я свой телефон. А что спрашивают? Вот можно такой социологический срез? Ой. Что волнует Рижану сейчас больше всего? Я понимаю, что вы, может быть, не обобщали. Три буквы. Р, Н, П. Рига с нам упорвал. Это ключевой момент, да? Это ключевой момент, и в этом ключевом моменте есть такой подмомент. Это, конечно, больше всего, естественно, что волнует, ну, больше всего, это разница в счетчиках на воду, между тем, что люди считают, они фактически потребили, и потом тем счетам, которые они получают. Типа утечка воды. Да, утечка, вот это вот дельта. И эта дельта формируется, ну, на мой взгляд, я не знаю, если вы видите, четвертый момент, вы скажите. Первое – это магниты у соседей, то есть недобросовестные сдачи показаний, или просто соседи по какой-то причине не подают показания на воду. Это первое. Второе – это потери в самом доме. Где-то старые трубы, где-то вода сочится, да, это по капельке, но поскольку это сочится постоянно, это выходит в какие-то большие кубики метров. И третий – это потери где-то аварии, где-то эта вода сочится куда-то в песок, в землю при подходе к вашему дому. Поэтому то, что я говорил, я здесь вижу один выход, вот один рецепт ко всему этому – это устанавливать счетчики воды, которые будут считать, считывать на удаленке. Другой вопрос, что эти счетчики стоят где-то от 40 до 50 евро. Поэтому, понимая ситуацию, что для очень многих рижан это существенная сумма, или, будем говорить честно, неподъемная сумма, то я думаю, что, я считаю, эти счетчики нужно установить городу. Кому конкретно? Не Рижской думе как таковой, а или предприятию муниципальному «Рига Суденс», или тому же предприятию «Рига Снамопарвовникс». Но политическое решение, конечно, такое должна принять Рижская дума. И, может быть, как первый этап, их нужно устанавливать тем людям, которые социально незащищены. Это пенсионеры, это малообеспеченные, это многодетные семьи. Ну, в общем-то, вот эти все категории нужно устанавливать. Тогда, вы меня извините, когда вы будете платить за потребляемую воду, тогда уже вот за эту дельту нужно будет отвечать предприятиям. Или тому же «Рига Суденс» за свои сети магистральные, или РНП, которые вас обслуживают, или другие предприятия, которые обслуживают и отвечают за ваши внутренние сети. Потому что мы очень часто говорим о жилых домах, что их надо утеплить. Утеплить, утеплить. Мы говорим, говорим какие-то, зачастую там некоторые люди называют какие-то там непонятные проекты. Это все очень хорошо, но это такое немножко все виртуальные разговоры. Одна из основных проблем – это инженерно-технические сети. Это водопровод, канализация и тепло. Дальше, конечно, идет электрика. Потом идут крыши, которые текут. Потом идут, конечно, надо или утеплять, или, по крайней мере, заделывать швы в домах, в блочных домах. Но не всегда, везде. Панацея – это утепление фасадов. Но, конечно, если их надо делать, и к этому тоже нужно идти, то тогда нужно думать и о вентиляции, и обо всем остальном. Ну, то есть, это такой комплексный вопрос. Но это уже, так скажем, другая проблема. Поэтому говорят жильцы об этом. Жильцы говорят о ямах на дорогах. Но что еще говорят жильцы? Опять-таки, я вернусь к РНП, еще одна проблема. Ну, вот смотрите, если мы с вами говорим о медицине, производим какие-то аналогии с медициной, мы проходим с вами какую-то диспансеризацию, мы идем в поликлинику. Наша с вами цель – не заболеть, чтобы не были острые заболевания, чтобы к нам не приехала, ну, так скажем, к людям не приехала скорая помощь. Возвращаясь к Ригаснаму-Парвалнеку, их цель – проводить работы так, чтобы аварийных вызовов было меньше. Вот, например, аналогичная структура, муниципальное предприятие, которое является таким же домоуправлением для школ, они начали работать со школами, со школами, библиотеками, детскими домами, социальной структурой, с детскими садами. Начали работать несколько лет тому, называется Ригасервис. И вот эта кривая, она сразу снижается. Количество аварийных работ меньше и меньше. Если ты регулярно проверяешь, то твоя задача – снизить до минимума аварийные работы. В РНП пропорция совершенно пропорциональная, обратно пропорциональная. Количество аварийных работ за каждый год увеличивается. Причем расценки по ликвидации аварийных работ, они довольно высокие. И возникает вопрос, а не выгодно ли это кому-то, проводить под видом аварийных работ другие работы. К тому же зачастую они берутся, уважаемые рижане, из вашего накопительного фонда. Поэтому тут вопросов много и еще раз очень много. Вот сегодня, например, говоря о телефоне, мне позвонила одна дама, которая управляет, или старшая по дому. Я даже конкретно не знаю, с мышцем, она мне звонила еще, когда я дал свой телефон во время пандемии, зимой. Но тогда не надо было встречаться, и мы договорились, что мы отложим. Вот сегодня она мне позвонила и ответила, на следующей неделе обязательно встречусь, что происходит мышцем, все расскажу. Потому что у нее там заведено целое дело по поводу РНП, вот на следующей неделе расскажу. Ну вот это глаз рижанина, да. Но самое главное сейчас это на самом деле вода, потери с водой. Вот это главные вопросы. Задаются вопросы, конечно, и политического характера, но это я сейчас говорить не буду. Вот я не знаю, задавались ли вам эти вопросы по телефону, но в общественном пространстве мы видим, что происходит. Оно бурлит в свете вот этого налога на недвижимость. Сегодня, кстати, ну это правда коммерческие предприятия, но все равно гостиницы и целый ряд других учреждений коммерческих объявили вот эту акцию «Белый флаг». Они вывешивают «Белый флаг», пытаясь предупредить, что вообще будет с бизнесом, в том числе в Риге, и, наверное, в Риге в первую очередь, если будет введена вот эта новая кадастровая стоимость, налог, к примеру, на гостиницу в год. Надо будет платить налог на недвижимость в центре города 1 миллион евро. Да, ну мы понимаем, да, что в этой ситуации мы вообще, город выберет. Нет, ну, значит, я знаю эту акцию про «Белый флаг», но я бы, извините, я бы водрузил белый флаг над Министерством юстиции, потому что они должны сдаться и сказать, эксперимент не удался. Хотели как бы лучше, получилось хуже, чем всегда. Да, если мы говорим, я сейчас отталкиваюсь, вот я смотрю в телефоне, отталкиваюсь на ту информацию, которую бы опрековало Министерство юстиции на своей домашней страничке. Индивидуальным жилым домам повышение кадастровой стоимости на 94%, земли под индивидуальными жилыми домами на 59%, жилым домам повышение на 126%, на минуточку, земли небольшое, 27%, дополнительным зданием на 159%, коммерческие здания 120% повышение коммерческой, ладно, коммерческая земля 28%, но это вы все приплюсовываете, 120 плюс 28%, и производственным объектам на 50%, и земле на 47%, то есть одинаково фактически повышается как земля, так и здания коммерческие. Земля, которая используется в сельскохозяйственных целях, здания, у них падает, ну это какие-то ангары, но то, что в сельскохозяйственных целях, у них падает кадастровая на 6%, то есть тут лобби сработало, так скажем, хорошо. И на 167% поднимается как земля, используемая в сельскохозяйственных целях, так же и земля, где находятся леса. Дальше, что я хочу сказать. Дальше есть следующее. Сейчас возьму бумагу, я точно скажу, как это называется. Дальше поговорим немножко о том, что нас волнует больше всего. Если мы посмотрим статистику, то очень существенно повышаются, ну, например, кадастровая в жилых домах, где вы живете, ну, например, у меня там был проект, связанный с Имонтой, вот такие типовые проекты, там стоимость кадастровой повышается довольно существенно. Очень сильно, очень сильно возрастает кадастровая в новых жилых проектах. И, естественно, это что значит? Это становится, что они дороже, это значит, что во время строительства, если все это надо платить, то это будет стоимость продаваемого метра, возрастает. Но я хочу подсказать здесь определенную, пусть уж меня простят, лазейку, как это можно обойти на сегодняшний момент, да, то есть, естественно, такую кадастровую вы не можете платить. Одновременно появляется такое выражение «prima rice myocles», приоритетное жилье. Ну, единственное, да? Больше мы не говорим, не, ну, вот приоритетное, приоритетное, да? Больше нет такого срока, вот это вот единственное жилье, «Venigas myocles», приоритетное жилье. Что это значит? Вам нужно быть там, иметь собственности, иметь его в собственности, быть задекларированным. И вот эта стоимость, сумма кадастровой земли, а я забыл сказать самое главное, кадастровая, приравнивается один к одному к рыночной стоимости. Приравнивается один к одному к рыночной стоимости. И здесь очень важно, что если стоимость вот эта новая кадастровая ниже 100 тысяч, и вы там, вы являетесь собственник этой квартиры, вы задекларированы, то вы не платите ничего. Если ваша квартира, а квартир больше стоимости 100 тысяч, очень мало, в принципе, в основном стоимость наших квартир рыночная где-то в два раза меньше, порядка 50 тысяч. Но если вдруг вы являетесь собственником квартиры, которая больше 100 тысяч, то вы можете у себя задекларировать еще одного человека, а в основном-то в такой квартире это многокомнатная квартира, и там много живут, и тогда вы тоже ничего не будете платить. И вот эта лазейка, она будет использоваться и в каких-то других случаях. Например, у вас есть бизнес, у многих есть несколько квартир. Не важно, они находятся в Болдарае, в центре, и это ваш бизнес, вы их купили, вы их сдаете в аренду. Так вот, если вы там задекларируете в квартире, которая принадлежит вам хотя бы вот этих арендаторов, вы тоже ничего не будете платить за эту квартиру. Здесь возникают, например, я просто сейчас сравниваю, потому что в основном мы сейчас говорим, радиослушатели, это те, которые являются в большей массе, бизнеса нет, владельцы двухкомнатной квартиры, да, у вас будет приоритет, вы освободитесь от аренды, вы освободитесь от кадастровой стоимости, вы не будете ничего платить, будете платить только аренду за землю, но земля это не так страшно повышается, там повышение не столь большое, это не так страшно, да. Но, например, если какой-то бизнесмен взял дом, полностью отремонтировал, назвал его арендным домом, Ироснамс, он может всех своих арендаторов, поскольку он владелец этого дома, прописать в этой квартирке, задекларировать, и он получит освобождение от налогов. Правильно ли это по сравнению с теми, кто на самом деле социальные категории, я считаю, ну, довольно странно. Но в этой жизни все нужно уравновесить, и если как-то уравновеситься, что фактически может создаться такая ситуация, что за жилье, потому что вот эти 100 тысяч, они приравнены к декларируемым лицам, не к недвижимости, а к декларируемым лицам. То есть, если вы являетесь владельцем, например, полумиллионного дома, у которого кадастровая и рыночная стоимость совпадает, например, полмиллиона, ну, скажем, в межопарке, ну, вы там задекларировали пять своих родственников, даже те, кто там не живут, например, с районов каких-то рижских, вы не будете платить ничего. Насколько это правильно по сравнению с теми, кто живут в однокомнатной или двухкомнатной квартире в Балдерае, такая уравниловка выглядит довольно странно. Но все нужно компенсировать, бюджет-то должен получать деньги. И вот тут получается, что очень сильное увеличение кадастровое идет с коммерческих предприятий. И в данном случае, я хочу сказать, мы с одной стороны говорим, да, нам важно, чтобы Рига развивалась, чтобы строились бюро, но вот это ненормальное поднятие коммерческой цены, оно не способствует тому, чтобы нам местные инвесторы что-то развивали, приезжие что-то развивали. Мы говорим сейчас, я вам только назвал цифры, насколько повышается кадастровая цена при производстве, это тоже ненормально. Но дальше возникает еще такого рода махинация. Ну, возьмем, например, развалину. Берем тот же Мария-6. А если они в этой развалине задекларируют двух людей, ее рыночная стоимость этого здания, потому что, ну как, оно же все время амортизируется, уменьшает рыночную стоимость, что же там развалено, да? Вот, если посмотреть Мария-6, по-моему, если мне изменяет память, вы это все можете найти, посмотреть в кадастре, там, новая цена. 157 тысяч. Если они там задекларируют двух людей, то они вообще не будут платить налог. И Рижская дума не имеет права его повысить. Поэтому Рижской думе нужно будет сейчас думать, как это все обойти, потому что это схема кнут и пряник. Ну, о чем я говорил, по-моему, в прошлой передаче или в позапрошлой, когда мы говорили о том, что мы с одной стороны наказываем повышенной ставкой на налог, с другой стороны стимулируем, а ничего не останется. Поэтому в данном случае я считаю, что вообще этот материал абсолютно сырой. Мы, наверное, как-то хотели, может быть, политически это все сделать, обрадовать народ. Но получилась такая сумятица, что, в принципе, это все нужно отправить назад. Да, мы прервемся буквально на пару минут. Олег Буров у нас в студии. Не переключайтесь. Во второй части обязательно будем принимать. Я вижу, что звонки есть. Будем принимать ваши звонки. Добрый день еще раз. Еще одна важная тема, о которой нельзя не сказать. Это, конечно, взаимодействие вообще Риги как столицы и вообще как одного из крупнейших городов, наверное, самого крупного Балтии и правительства, из центральной власти. Я почему говорю? Поскольку вот сейчас мы знаем, вы тоже, наверное, Олег Буров на студии, напомню, вы тоже, наверное, следите за этой информацией. Был целый ряд решений Конституционного суда, связанные вот с социальной помощью. Да, и, естественно, вся эта политика правительства была признана неправильной. Теперь нужно ее менять. Но самое ведь важное, о чем многие забывают, что все равно вся эта социальная помощь, она ложится на плечи самоуправлений. И когда тот же Минблак начинает сейчас калькулировать, какое пособие людям давать, ведь это все равно все придет в самоуправлении. То же самое сейчас о сотрудничестве, допустим, Риги. И вот это при Рижье. Ну, по-русски это не очень хорошо звучит. Ну, назовем по-старому Рижский район. Рижский район, да. Потому что да. Да, легко сказать, надо сотрудничать. Но ведь это целый комплекс проблем. Автобусы, которые у нас идут за пределы Риги. Да, поезда. Вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, не было последние годы, я уже это говорил много раз, хорошего сотрудничества. Вот эта стена, она была выстроена между правительством и самоуправлением, муниципалитетом. Как это не было официально? Не бывает такого, что виноват только один. Строили эту стену, кирпичики эти клали на эту стену и с одной и с другой стороны. Поэтому, естественно, такой стены нет. И нужно, не должно быть, и нужно понять то, что я говорю много раз, бессильной столицы не будет сильной, сильной столицы Риги не будет сильной Латвии. И наоборот, мы не должны ничего отделять. И это понятие должно быть у всех. Если говорим конкретно, один из примеров этого, это сотрудничество с другими рижскими самоуправлениями, которых очень много. Ну, сейчас их будет в административной реформе меньше, но не настолько. И до этого этого сотрудничества не было. Ну, может быть, потому что Рига слишком большая. Но мы его начали, был подписан меморандум. Но, знаете, в своей жизни, я думаю, много из нас подписывало всяких там протоколов о намерении, протоколов о сотрудничестве, меморандумов подписывали, потом они складывали в шкаф и там пылились. Поэтому здесь очень важно, чтобы такие встречи проходили. Я хочу в данном случае, это не относится никакой предвыборной кампании, она пройдет у этого человека через год. Вот, поэтому я могу его хвалить. Это мэр Адаша. Он на самом деле, ну, как бы вот возглавляет это движение, вот Рига Сариала, да? Он, Марис, он это взял на себя. И у меня с ним было несколько встреч, причем, что очень радует, никто не говорил, с какой ты партией, о кого ты представляешь. А никого это не интересовало. Вот мне часто не верят, но когда ты говоришь о хозяйственных вопросах, и ты говоришь на одном профессиональном языке, какая разница, с какой партией этот человек, да? Главное – результат. И это очень хорошо, потому что мы очень многие вещи политизируем и смотрим сквозь политическую призму, через призму недоверия и так далее и тому подобное, да? И здесь речь о чем? В Риге живет 700 тысяч жителей. Каждый день, в рабочий день, въезжает в Ригу еще 300, и нас становится миллион. Миллион, который вот живет, пользуется, не живет, а находится, использует всю нашу инфраструктуру. Приезжая по утрам, эти люди въезжают в пробки, едут по нашим дорогам, или создают ямы на наших дорогах, или ругают наши ямы, но факт тот, что они используют нашу инфраструктуру. Они, учитывая то, что у нас хорошие школы в Риге, детские сады есть, они записываются, как-то творчески декларируются у кого-то, у друзей, у кого-то, и записываются в эти детские сады и в школы. Они тоже пользуются нашей инфраструктурой. Поэтому в данном случае вопрос, что надо делать. Соответственно, мы вот сейчас с вами, летом, мы тоже уезжаем, и мы пользуемся их структурой. И сейчас в пятницу, я думаю, что улицы полные, если нас слушают в машинах, вы тоже стоите в пробках, потому что вы едете на выходные дни, на даче, то ли в Саулкрасты, то ли куда-то в другие районы, или в сторону Юрмала. Ну, в общем-то, мы вполне логично, все едем, и я тоже поеду сегодня после всех дел к себе на дачу, да, и мы пользуемся этой инфраструктурой. Мы тоже с утра, соответственно, ездим на работу. Поэтому в данном случае здесь должно быть сотрудничество. Какое конкретно сотрудничество? Первое. Это автобусы, Рига-Сатексмы, которые будут ходить с этих рижских районов. Неважно, это будет Адаже, это будет Марупе, это будет, например, Царникова, это будет Юрмала, но больше автобусов, которые будут ходить дальше. Первый вопрос – автобус. Второй вопрос – чтобы билет в нем был, ну, назовем его единым, да, билетом, когда вы можете проехать в этом транспорте, потом пересесть на другой транспорт. Дальше, говоря про единый билет. Многое решит билет, который будет синхронизирован с Латвия-Сдилс. То есть вы сели в электричку, у вас один билет, вы потом пересели, неважно, там, Браса, Зе, Метаны, станция, там, вымоньте в Золи туда на другой транспорт, вы поехали с Чиротава, и вы пользуетесь тем же билетом. Да, это тоже очень важно. Дальше. Так называемые парк-эн-райды, многоэтажные парковки. 15 лет тому назад, когда, думаю, руководил Аксенок, было принято такое политическое решение, зарезервировано порядка 20 больших кусков земли для строительства парк-эн-райда. Все они были вложены в Рига-Сатекс, моюставной капитал. Был создан только один, ну, граница, это что у нас, Портимск-Плявники, да, по-моему, это улица Уброкас, да, или, где он там находится, да, который, в принципе, ну, не в очень удачном месте, ну, так, как-то он там загружен, но, наверное, не так, как хотелось бы, да. Что я хочу сказать, один из таких неудачных примеров, это зарезервировано задоло место, кусок земли, чтобы там сделать многоэтажный парк-эн-райд, но, извините, кольцо трамвая 500 метров, ну, тут есть два варианта, или продлевать кольцо трамвая, а если это не происходит, от этого куска земли нужно отказываться. И сегодня возникает вопрос, а зачем вообще эти стоянки строить в черте города? Их лучше построить где-нибудь, опять-таки, ну, например, если мы смотрим Исаукраса, там, в Царникове, в Гарцемсе или в Калмгало где-то, да, ну, например, много машин стоит там в Гарцемсе сейчас, оставляют машину перед тем, как идти на пляж. Может быть, там построить, может быть, построить где-нибудь в Бабетто, может быть, построить еще где-то со стороны, если ехать с Огро, обязательно, такие стоянки. Но построить в том районе, естественно, Рига не может туда инвестировать деньги, потому что это чужая земля. Вы будете правы. Вы скажете, а почему тот район должен у себя за много миллионов строить такую стоянку? Он же. И вы будете правы. Поэтому это комплексное государственное решение. То есть государство, и вот сейчас, когда мы очень много говорим, ну, давайте, вот нам выделили эти миллионы, там, много миллионов на то, чтобы греть экономику, вот что делать? Вот давайте быстро придумаем такие парковки типовые и сделаем их в этих местах, да? Дальше кто ее будет обслуживать? Это в этом заинтересована, я говорю, как и Рига, так же и этот район. Но вот в этом и есть государственный подход. Когда мы делим эти, не говорим, это ваше самоуправление, это наше государство, или это не та партия, я туда выделять не буду. Вот в данном случае бы это очень много решило. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы в этом направлении двигались. Дальше. Есть еще одна область, другая. Например, пансионаты для сеньоров, для пожилых людей. Если протестировать, а такие тесты были, где люди в возрасте, если они переходят в пансионат, хотели бы жить. Все они, в основном, отвечают, зеленая зона, зеленая зона. Другое дело, что эти пансионаты должны быть больше квартирного типа, они должны быть удобны, они не должны быть там с большими этими палатами, это как номера на два человека, постмедсестры, такие вот, создаются сейчас. Это очень актуальная проблема. Это отдельный разговор, но что я хочу сказать. Если он будет построен где-то около Риги, в зеленой зоне, то мы, самоуправление Риги, готовы платить за эту услугу этому самоуправлению, потому что наши люди, наши сеньоры туда приедут, мы за них будем платить. Мы готовы, вот этот ваучер, эта сумма, мы готовы платить этому самоуправлению за то, что они эту услугу оказывают. Поэтому в данном случае очень много таких вопросов совместных, заканчивая, очень актуальная тема детские сады в Риге. Но я вам скажу сейчас другую парадоксальную вещь. Мы очень должны быть заинтересованы в том, чтобы детские сады строились не только в черте города, но и за чертой города. Чем больше будет детских садов за чертой города, тем больше будут пытаться нережан попасть в детские сады в городе. Поэтому вот все это заинтересовано мы в этом. В начале февраля мы подписали такое письмо по первый блок по поводу транспорта, который был адресован премьеру и министру сообщения. Оно ушло, и было видно такое ощущение, что не очень рады такому письму, потому что здесь мы проявили единство, мы все вместе объединились. Мы все, вне зависимости каких-то политических взглядов, мы все вместе объединились. А бороться из нас или отмахнуться, как от назойливой там, извините, мухи, легче всего по одиночке. Поэтому в данном случае это нужно продолжать делать. К тому же в следующем году я вот перехожу на политику, но не рижскую политику, а на следующем году муниципальные выборы. В следующем году во всей Латвии произойдут муниципальные выборы. Мне кажется, естественно, люди хотят показать. Только в 41-м самоправлении. Ну да, но произойдут эти выборы в 21-м году. И мне кажется, что тем, кто сейчас у власти, им тоже нужно показать результаты, они будут заинтересованы в этом. Поэтому, мне кажется, думой нового состава, думе нового состава в Риге нужно сразу же начинать где-то в этом году уже решать какие-то вопросы. Может быть, они покажутся и в лучшем случае в бюджете следующего года как этих самоправлений, так и в рижском самоправлении, так и в государственном бюджете. Да, 6212-12-939-6213-939-6213-939. Можете нам звонить. Мы просто пытаемся шире эту тему развить. Все-таки, вот вы упомянули детские сады и создание новых мест в детских садах. Я знаю, что у вас такой вот колоссальный опыт действительно реновации, ремонтов, приведения в порядок школ, детских садов, домов, культуры и так далее. Я к чему говорю? Вот сейчас, с одной стороны, конечно, кризис, пандемия, с другой стороны, мы понимаем, что много соотечественников вынужденно возвращается в страну, и, казалось бы, больше у нас будет строителей. Это как-то повлияет на цену, чтобы можно было сэкономить эти денежки самоуправлений, проводя вот эти вот ремонтные работы, мостов, дорог. Вот вы сейчас, давайте мы все-таки примем звонок, а потом попрошу, чтобы на этот вопрос ответить. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Господин Боров, вы там, как сторожил вот в курсе ли вы делаете, что я прочитала в журнале ИР опубликован вот результаты аудита Рига Снаму Парвалдникс. И там такая новость, как бы, ну, наверное, для многих будет, что в 2019 году там перезаключили Рига Снаму Парвалдникс, Рига Силтумс, Рига Суданс договора, и там они должны, скажем, Рига Снаму Парвалдникс перечислить им деньги до 20, ну, Рига Силтумс до 20-го числа, а жители, в общем, должны заплатить до конца месяца, и получается, так сказать, разница, и они перечисляют все время с опозданием, и Рига Силтумс уже насчитал пенит за просрочку, 1,6 миллиона, который Рига Силтумс собирается выставить жителям, ну, как парабса, мне кося, как это вообще возможно, да, и что вы можете сказать, спасибо. Спасибо большое, да. Очень верный, очень точный, правильный вопрос, да, вы правы, на самом деле, разница выписывания счетов, она такая, что фактически уже начинает насчитывать пения, эти пения не писал Рига Силтумс, но после того, как их проверили, они с прошлого года начали их насчитывать. Что нужно сделать? Ну, в данном случае, вот на мой взгляд, если мы говорили об этой стене, и зачастую что-то между правительством и Рижской Думой, что-то Рижская Дума инициирует, а эти идеи через стену не перекинешь, да, рожаясь фигурально, и эти идеи, инициатива не поддерживаются. Мне очень жалко, что администрация, временная администрация Рижской Думы, где администратор является госсекретарь Министерства Среды, самоуправления, не решило этот вопрос. Это вопрос правил Кабинета Министров, которые администрируют Министерство Экономики. Здесь нужно просто поменять эти все даты, это все говорено в правилах Кабинета Министров, и допустить возможность, чтобы можно было на самом деле выставлять счета, потому что здесь конфликтная ситуация, она изначально появляется. Вы с самого начала сказали, им как-то нужно эту компенсировать, и самое легкое, ну вот это так же, как с этими счетчиками. Появляется где-то дельта, ну на кого списать, списываем на жильцов, но вы в этом смысле не виноваты. Проблема в другом, когда не все платят за отопление вовремя, ну вот тогда возникают эти вопросы, но здесь уже изначально, вот из-за этих дат, 20-е и 21-е, уже появляется ошибка. Сригос Уданс, она не такая, там эта ситуация другая. Так что вы абсолютно правы. Да. Да, ну вот еще один звонок, наверное, приняем, потом успеем, я думаю, по стройке тоже поговорить, насколько успеем. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Да, добрый день. Здравствуйте. И вот вопрос такой. Вот строили эстраду, да, почему нельзя публицицировать вот эстрады? Сколько это все строило? Спасибо, да. Объясню, да, поскольку мне сегодня этот вопрос задавал на дискуссии господин Чекушин, могу ответить еще раз. Значит, Рижская дума, департамент, в лице департамента имущества охотно, без проблем, может опубликовать стоимость смету, смету, детальную смету, работ. Но эта смета является приложением, как всегда, к договору. Договор подписывают два лица. Договор подписывает Рижская дума, директор департамента имущества или замдиректора, и подписывают строители. Рижская дума написала письмо строителям, мы готовы после запроса опубликовать смету, дайте согласие. Они такое согласие не дали. Если мы без их согласия опубликуем, то они считают, что это конфиденциальная информация, как договор, да, если второе лицо не дает согласия, то они подадут на нас в суд, и мы заплатим, ну, соответственно, большую сумму. Поэтому в данном случае сейчас происходит судебное разбирательство. Если суд решит, что несмотря на отказ второй стороны можно публиковать, охотно сразу же опубликуем. Охотно сразу же опубликуем. Это будет первый прецедент в стране. На сегодняшний момент, если строители отказываются, они одна смета не опубликованы. Если они соглашаются, естественно, публикуются. Но я таких претендентов, по крайней мере, не слышал. Поэтому мы смотрим, сейчас тут борется не заказчик отстаивать свои права, сейчас просто два больших, две большие юридические силы, теоретики. На самом деле им самим интересно, чем это закончится. Да, вот совсем мало времени остается. Все-таки возвращаясь к ценам на строительство, вот как раз тоже, снизит ли это вот эта ситуация с пандемией и вообще стоимость, не знаю, строительства, ремонта, Учитывая то, что не было таких больших заказов, цены, я вижу, в этом году на строительство снизились, по крайней мере, по конкурсам, которые проводил конкурсы Департамент имущества, цены были, входили или в контрольную смету, но в основном были ниже, были ниже, где-то на процентов, там 10-15, были ниже, чем контрольная цена. тот же операционный блок в первой больнице, два операционных зала, там снижение цены было довольно существенное, было на 100 тысяч ниже, чем контрольная смета, да, поэтому в этом смысле это хорошо, да, что будет дальше. А контрольная смета, чтобы радиослушатели понимали, это вот минимум... Это экономическая часть, ну, которая реально, как мы видим, что надо сделать. Естественно, там могут быть какие-то ошибки, но, ну, как не естественно, там могут быть, может быть, какие-то ошибки, что-то прочитали, но, в принципе, они не должны быть, это та основа, то есть, по идее, если выше контрольной сметы, ну, значит, это ненормально, значит, нужно анализировать, почему это так, да, должно все входить в контрольную смету, но если, соответственно, гораздо ниже, там, например, ну, то это получается демпинг, то есть, это тоже подозрительно, да, поэтому, ну, вот контрольная смета, она и должна быть примерно, плюс-минус около нее, да, если она, конечно, самое главное, чтобы она была профессионально подготовлена. Что, я думаю, в чем будет проблема? Проблема будет, когда начнет строиться Рал-Балтик, тогда... Вот один из эфиров мы посвятим вот именно этой теме. Начнет постепенно строиться, и тогда все будут заняты, если начнут строить потом еще Лепойскую тюрьму, это очень большое, объект, ну, другие объекты, это большая, большая проблема будет, но на сегодняшний момент, если мы говорим о предыдущем, вот эстраде Межпарка, там не было нехватки строителей, но, как мне говорили, еще в первом этапе, в 2018 году, ну, что вы думаете? Это было... Здесь мы обеспечили строителям, понимая, строителями понимать, что это важный объект государственный, но за счет других объектов. Строителей столько, сколько есть. И говоря, последнее, что я хочу сказать, ну, вы знаете, вот сейчас говорят, пустили, когда был, пустили паром Хельсинки-Рига, да, до этого был, когда в Швецию, но в основном-то уезжали, чем приезжали люди, да, то есть у нас паром, например, Стокгольм, он не пользуется зачастую, как для рабочей, как для рабочей силы, да, как от нас, так и из Литвы, да, не очень хотелось, чтобы люди здесь оставались, очень хотелось, чтобы люди здесь оставались, работали, но пока такого тенденции, по крайней мере, строительные фирмы это не говорят. Да, спасибо большое, ну, вижу, что есть звонки, мы обещаем в следующий раз больше внимания уделить и посвятить именно ответам на вопросы вот наших радиослушателей, Олег Буров у нас был в прямом эфире, большое спасибо. Спасибо.